Широко распиаренное российской пропагандой интервью пересидента РФ американскому тележурналисту не впечатлило западные СМИ. За два часа разговора диктатор не сказал ровным счетом ничего нового, вновь скатившись до пространных псевдоисторических экскурсов и лишенного какой-либо логики бреда. При этом он врал или извращал факты, как рассуждая о событиях несколько вековой давности, так и тогда, когда говорил о Второй мировой войне и нынешней полномасштабной агрессии РФ против Украины, ее причинах и отношениях РФ со странами Запада. Российская пропаганда выскакивала из кожи вон, чтобы выдать интервью Путина американскому журналисту за события года. Да и сам Такер Карлсон обещал, что зрелище будет захватывающим. В итоге двухчасовое видео в очередной раз напомнило, что на самом деле представляет из себя маленький, закомплексованный, мстительный и психически не очень здоровый человечек из Кремля. В своем интервью Путин не сказал ровным счетом ничего нового, а лишь по десятому кругу повторял уже заезженные тезисы. Западные СМИ хоть и обратили на него определенное внимание, но ограничились небольшими заметками, лишь незначительная часть которых попала на первый экран. Путин больной ублюдок, живущий в мире собственных фантазий и открытой лжи. Таково краткое резюме западных отзывов о интервью Такера Карлсона с президентом России. Я хотел сделать краткий обзор публикации в западной прессе на эту тему, но там такой объем разоблачений карлсонской некомпетентности и путинского вранья, что по объему это будет больше, чем само интервью. Поэтому ограничись только краткими замечаниями. Карлсон начал с вопроса, почему Путин начал военный конфликт с Украиной в 2022 году. Вместо того, чтобы дать краткий ответ, Путин заглянул в историю, углубился в такие дебри, что уже через 15 минут Карлсон не понимал, зачем рассказы о Киевской Руси, князе Рюрике, Ярославе и документах 17 века, которые ему совали в папочке в интервью о войне с Украиной в 2022 году. Это примерно так же, как если бы Италия обосновывала свои претензии на Восточное Средиземноморье тем, что когда-то эти страны входили в состав Римской империи. Какое имеет отношение? Исторические споры, поданные в сугубо предвзятом духе к претензиям России на Украину и грубейшему нарушению Хельсинского акта 1777 года и международного права, которые базируются на нерушимости границ, понять было невозможно. Сам Карлсон признался, что он утратил нить путинской речи и не мог понять, зачем ему эта историческая лекция. Кстати, про Римскую империю. Путин заявил следующее. В истории человечества, кажется, ничего такого больше не было, как Великая Римская империя. Тем не менее, потенциал варваров постепенно накапливался, накапливался и под их ударами Римская империя развалилась, потому что варваров стало больше, они начали в целом хорошо развиваться, как мы сейчас говорим, экономически. Они стали укрепляться. И тот режим, который в мире был назван Великой Римской империи, он развалился. Пассаж потрясающий, потому что Путин буквально процитировал советский учебник античной истории 1950-х годов. Такая версия существовала во времена товарища Сталина, который сказал, что варвары объединились и с громом опрокинули Рим. И она была отвергнута советской еще исторической наукой уже 80 лет назад. И вот человек, который знает историю на уровне учебников 80-летней давности, управляет ядерной державой и обосновывает этими замшелами, давно опровергнутыми догмами, претензии на часть территории другого государства. Ну а дальше там, как обычно. Классический набор банальностей, хорошо известных советскому, точнее российскому, но это оговорка по Фрейду, читателю. Украина – искусственное государство, США нас обманули, причем Путин сказал это, наверное, несколько раз. Что значит обманули? Ты президент или кто? Почему тебя все время обманывают? Байден финансирует войну, русский человек думает о вечном. В общем, полная чушь. Венцом, конечно, был спич Путина о президенте Зелемском. Я как-то с ним говорил об его отце. Я сказал, Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик. Сильный полемический ход. Беда только в том, что отец Владимира Зеленского родился в 1947 году, через два года после окончания Второй мировой войны. В общем, итог всей этой исторической лекции и огромного количества банальных заявлений про нацистов, про то, что бедного Путина в какой раз уже обманывают и так далее, сидит дед и пересказывает никому неведомую историю далеких стран, на которую условному американскому и вообще западному избирателю плевать с высокой колокольни. И подводит эту самую аудиторию к удобной для деда мысли. Зачем мы влезли в эти разборки двух папуасов, которые мочат друг друга со времен Средневековья и не имеют к нам никакого отношения? У нас же полно собственных проблем. Мы же тут с границ, еще с чем-то тут мучаемся. Тут какая-то Украина, какая-то Россия, Киевская Русь, Рюрик и прочие. Зачем нам это? Вот в этом, а вовсе не в историческом просвещении Карлсона и западного читателя, глубинный смысл путинской 30-минутной лекции о прошлом, в котором он сам ничего не понимает. Это не историческая лекция. Это политическое обоснование военной агрессии. Обоснование от того, что это спор славян между собой, спор двух постсоветских режимов. Не лезьте, это не ваше. Вот в этом глубинный смысл всего этого огромного, нудного, скучного, банального интервью. Пытаться что-то опровергнуть и высмеять Путина, конечно, можно, чем и занимается сейчас западная пресса, но это ничего не меняет. Он никого и ни в чем не хочет убедить и не хочет ничего доказывать. Он говорит, я так вижу и буду действовать в такой логике, а вы как хотите. И при этом то, что правильно абсолютно понял Такер Карлсон и то, что является по сути единственным положительным и ценным выводом из всего этого двухчасового интервью. Путин применит ядерное оружие, если нужно будет удержать Крым. Вот в этом и есть смысл всего этого монолога путинского. Ребята, не лезьте, у вас полно своих дел. Мы тут разбираемся на заднем дворе. Это один народ, который просто случайно разошелся в веках, которого обманул им. Это наше внутреннее дело. Именно так он хочет подать псевдоисторические экзерциции западному читателю. И в этом он, судя по всему, вполне успешен. Не стоит думать, что путинские спичрайтеры уж совсем глупые. И что у него у самого нет понимания, зачем он несет эту чепуху. Ну что ж, друзья мои, российский президент сделал ставку на вовлечение Украины в интеллектуальное пространство внутренних дел Российской империи. Украина – это Россия. Украина – это испорченные русские. Это наши внутренние дела. А у вас полно других проблем. Я не думаю, что это ему удастся. Но важно, чтобы люди это понимали. Путин не так прост, как кажется. При всей его абсолютной нудной, скучной, какой-то фантастически некомпетентной глупости, эта глупость имеет вполне четкую политическую цель – отрезать Украину от европейского и западного культурно-исторического пространства и сделать помощь Украине актом вмешательства в никому не нужной разборке папуасов на далекой мировой окраине. А вот если Запад на это клюнет и оставит Украину один на один взбесившимся, как говорили в советское время, взбесноватым недофюрером, который тащит из своего мордора только народное горе, вот тогда Запад очень сильно проиграет. Потому что Бжезинский был прав. Без ресурсов Украины Российская империя существовать не может. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова